МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Хелина Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. Не без жертв скончалась пострадавшая от взрыва газа в Бурнаульской хрущевке. Отрезаны от цивилизации около 30 жителей края лишились в мостах единственной связи с внешним миром. Бывшая родина, будущий звездный дом. Одобрят ли в Бурнаульце переезд планетария в здание кинотеатра? Начнем выпуск с новости федерального масштаба. Сегодня стало известно, что Михаил Мишустин выделил свыше 130 миллионов рублей на строительство популярного транспортного коридора Абакан-Бийск. Председатель правительства уже подписал соответствующее распоряжение. Деньги пойдут на продолжение строительства дороги от Абакана до Таштагола Кемеровской области. Эта трасса проходит через ряд достопримечательностей сибирских регионов, в том числе недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш. Работы по строительству начнутся уже в этом году, завершатся в течение трех лет. Появление транспортного коридора Абакан-Бийск, считают эксперты, благоприятно скажется на социально-экономическом развитии шести сибирских регионов, в том числе Алтайского края. Предполагается также, что это положительным образом отразится и на социально-экономическом развитии Бийска и будет способствовать развитию туризма на территории Юга Сибири в целом. А между тем, порядка 30 жителей края оказались отрезаны от цивилизации. Причина тому не поводок, а отсутствие пешеходного моста. Его экстренно разобрали по распоряжению местных властей. И теперь жители села Новая Тараба Кытмановского района, о которой несколько десятилетий добивались ремонта ветхой переправы, лишились единственной связи с внешним миром. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Пешеходный мост в селе Новая Тараба уже давно в статусе пенсионера. В переправе, соединяющей улицу с основной частью села, больше 60 лет. На ее ветхость и опасность жители неоднократно жаловались местным властям. Страшно. Трясутся все руки и ноги. И так-то трясутся, Господи. Нереально по такому мосту ходить? Нереально. Вы что? Вот так думаешь, сейчас оборвутся, а я плавать не умею, я как топор плаваю. Понесут гроб, упадет нафиг, все, и я утону. Не схоронят могилу, а я в речке буду. В последнее время уже невозможно было по нему ходить. В этом году у нас несколько детей идут в школу. Вот так вот наступит ребенок на эту доску. И потом родителям, да, родителям потом горе будет. На прошлой неделе после публикации в СМИ на ветхую конструкцию власти наконец обратили внимание. Ее стали в спешном порядке разбирать. У нас, оказывается, начали строить мост. Ломать, вернее, не строить. От моста остались лишь рожки до ножки. Сходить за продуктами в магазин, посетить врача, проводить ребенка в школу. Десятки семей с улицы Заречной больше не могут. А со строительством нового моста власти не торопятся. Мы обращались в администрацию, накричали и все, сказали, решаем. Я говорю, а как мы должны ходить? Я говорю, нам продукты надо будет покупать, что... А их не волнует. Мы его уже разобрали, вот это покрытие. Сейчас заказали теломатериал для восстановления и фундаментные блоки для того, чтобы можно было опоры там поменять. Извините, второй. Угу, угу. Уточнить точные сроки по строительству моста у замглавы не получилось. На звонки он больше не отвечал. Пока решается вопрос о строительстве основного моста, людям дали временный. Вот как он выглядит. Идти до него жителям улицы Заречная минут 15. Вроде бы немного, но что такое 15 минут для бабушек и дедушек, которые и так еле передвигаются? Там болото во-первых. Если дождь пройдет, там не пройдешь. Особенно мне. И если там все заросло, я запутаюсь, где-нибудь упаду. Нам придется ребятишек пораньше будить и идти в такую даль. А если в грязь? Там же болото. И с ребятишками в такую даль ходить в школу. На носу день знаний, а значит детям придется добираться до школы по пустырю и через болото. Успеют ли построить новый мост к сентябрю, у людей большие сомнения. Они призывают властей края решить их проблему. Валентина Скирова, Данил Захаров. День с толком. Не обошлось без жертв. Пенсионерка, пострадавшая при взрыве газа в Барнаульской хрущевке, скончалась в реанимации. Напомним, ЧП произошло в центре города 28 июля. Взрыв прогремел на пятом этаже дома. Он был такой силы, что балкон буквально разворотило, а стена соседней квартиры обрушилась. Стекла окон разлетелись на десятки метров. На месте происшествия работали спасатели, МЧС, газовики, скорая помощь. Прибыли и власти города. Госпитализировали восьмилетнюю девочку и женщину 69 лет с ожогами тела в 50%. И вот сегодня стало известно, что пенсионерка в больнице скончалась. Добавим, по данному факту возбуждено уголовное дело. Скорее всего, в происшествии виноваты газовики, которые оказали услуги ненадлежащего качества. К другим темам. До конца этого года еще 7 тысяч жителей края смогут заключить социальные контракты. Эту относительно новую форму материальной поддержки Алтайский край в числе других пилотных регионов реализует второй год подряд. За этот социальный контракт оформили 3,5 тысячи человек. Заключить его можно по одному из четырех направлений. Если требуется помощь в трудоустройстве, при открытии собственного дела или введении личного подсобного хозяйства, а также на преодоление трудной жизненной ситуации. Поддержку оказывают органы социальной защиты населения. Они ежемесячно перечисляют выплаты контрактникам. К ним относятся прежде всего семьи с детьми и малоимущие с доходом ниже прожиточного минимума, то есть меньше 11,5 тысяч рублей. Для оформления контракта необходимо обратиться в управление соцзащиты. Добавим, до конца этого года такие заключат еще 7 тысяч жителей региона. До начала нового учебного года осталось меньше двух недель. Родители школьников озадачены поиском рюкзаков, канцелярии и других необходимых для учебы принадлежностей. Но насколько финансово обременительно собрать сегодня ребенка в школу? В материале Елены Кукиной. Олег Маноленко первоклассник. Ему не терпится пойти в школу. Подготовка к ней в самом разгаре. Купить предстоит многое. На президентские 10 тысяч семья уже приобрела несколько предметов. Но для полных сборов такие затраты нужно удвоить. Ну да, выплаты не хватает. То есть, конечно же, она не покрывает не все расходы. Ну вот мы ее, например, получили. И буквально через два дня мы побежали, сразу взяли ребятишек и пошли приобретать. И вот мы купили две рубашечки, двое брючек, кофту, рюкзак и туфли. И 8 тысяч рублей у нас вышло, и туфли 2 тысячи, и вот 10 тысяч рублей. По словам родителей первоклассников, собрать мальчика в школу выходит в среднем 15 тысяч рублей, а девочку на несколько тысяч больше. Но на такую сумму можно купить лишь по одному комплекту разного вида одежды. В целом же, чтобы отправить ребенка в школу, понадобится порядка 50 разных предметов. Этой теме даже посвятил свой стендап известный комик Павел Воля, у которого в этом году сын идет в первый класс. Клей ПВА, клей-карандаш, кисть для клея, пластилин, дощечка для лепки, ножницы с выкругленными концами, фартук, защитные на рукавнике, клеенка на стол, белая футболка для рисунка, спортивные штаны, шорты, кеды или кроссовки, шапочки для плавания, купальный костюм, лыжи и лыжные палки. Маноленко в общей сложности потратили уже около 18 тысяч рублей на сборы только одного ребенка, а в семье школьников вдвое. Выходит, по самым скромным подсчетам необходимо найти 40 тысяч рублей. И это не считая компьютеры и мебели, которые нужны для учебы. Часть затрат, правда, родители планируют перекрыть за счет выплат для многодетных. Так, единовременное на первоклассника действует не во всех регионах России. Пособие для первоклассников устанавливается региональными властями. Они определяют размер выплаты. В Алтайском крае это 7 тысяч рублей. Что касается ежегодной, которая идет на детей 2-11 классов, то это 5 тысяч рублей. А между тем в крае насчитывается 30,5 тысяч многодетных семей. Многие из них относятся к категории малообеспеченных. Как признаются родители, сбор в школу для них не только хлопотное, но и затратное дело. Порой приходится откладывать деньги за несколько месяцев до учебного года. Ну, я думаю, что это будет не меньше 20 тысяч, потому что нужно костюм, уже обувь нужно обновить, спортивный. Он вырос за этот год. Рубашки сейчас не меньше тысячи стоят, а то и больше. Ну, естественно, школьные принадлежности. Одежда, ну, около, наверное, тысяч 10 выходит, потому что это дорого. Плохую одежду покупать не хочется, она быстро износится. Хорошую одежду строить дорого. Ну, не меньше 7 тысяч выходит в общей сложности, потому что рюкзак стараются брать ортопедически, чтобы на плечах был, держался хорошо. Ребенок маленький, худенький, поэтому и сама форма, обувь дорого стоит очень. Для малообеспеченных, конечно, проводят разные акции. В помощь также секонд-хенды и ярмарки обмена вещей. Но если покупать ребенку исключительно новую одежду и канцелярию, то по сравнению с прошлым годом, подсчитали родители, на сборы в школу придется выложить как минимум на 3 тысячи больше. Елена Кукина, Александр Лизратов, Александр Антропов. День с толком. Изучать углублено физику и математику, своими руками собрать электрическую цепь и познакомиться с профессией машиниста и слесаря на практике. В одной из алтайских школ с этого учебного года появится специальный энергетический класс. У его учеников в будущем есть все шансы стать сотрудниками крупнейшего в федеральном округе холдинга – сибирской генерирующей компании. Какие еще перспективы открывает такое обучение – ответ в нашем сюжете. Здесь у нас будет учебная зона с интерактивной панелью. По этой стене у нас будут расположены электромонтажные стенды. До открытия первого в 53-й барнаульской школе СГК-класса фонда Андрея Мельниченко меньше месяца. Пока здесь идет ремонт. Но уже в сентябре на занятия сюда придут восьмиклассники, которые будут обучаться по абсолютно новому профилю – энергетическому. Это значит, что после основных уроков их ждут дополнительные по физике и математике. А еще проектирование и работа на специальном оборудовании. Впрочем, выбор профиля – дело добровольное. Элементарные профессиональные навыки, например, как собрать электроцейп, или, например, как поработать на гончарном круге и получить вот этот хороший эмоциональный заряд и в то же время психологическую разрядку, мне кажется, это не помешает ни будущим филологам, ни будущим экономистам и так далее. Лучшие ученики в инженерно-техническом творчестве будут получать именные стипендии. А если школьник энергетика заинтересует всерьез, то, имея уже практические знания, он легко сможет поступить в СУЗы и ВУЗы на профильные специальности – теплоэнергетика, электромонтажника, электротехника и другие. А будучи студентом, есть возможность проходить практику и стажировку под руководством опытных наставников на предприятиях СГК. Мы можем параллельно, разбивая ребят, параллельно уже смотреть, действительно видеть звездочек, наверное, и вести их дальше по жизни. То есть это такой лифт какой-то, образовательный лифт, когда можно из школы поступить в колледж, дальше в высшее учебное заведение, и все это делается под просмотром специалистов. Для СГК организованные ими классы – это возможность воспитать профессионально подготовленные кадры со школьной скамьи. Ведь нередко трудоустраиваться приходят вчерашние выпускники вузов, которые знают о работе на ТЭЦ только по учебникам. Ребенок, оканчивающий высшее образование, так же, как и все мы взрослые, они немножко максималисты. Они пришли на работу, они хотят работать немножко по-другому. Но чтобы научиться хорошо работать, нужно научиться работать руками. Именно этому будут обучать в новом современном классе. Родители, конечно, рады, что их дети могут приобрести первые профессиональные навыки уже в школе. У меня как раз старший сын, ой, младший сын, такой направленности – гайки крутить, цепь собрать. Ему очень понравится. Желающих обучаться в СГК-классе предостаточно. Среди них на следующей неделе проведут конкурсный отбор. Испытания включают в себя контрольные срезы по математике, физике и собеседованию, где школьники должны доказать свою готовность к обучению. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Подходит к концу летняя оздоровительная кампания. В загородных лагерях началась последняя смена, и она, как никогда, короткая – всего 7 дней. Но, как заверяют организаторы детского отдыха, продуктивная. Например, в лагере «Кристалл» заезд дружин юных пожарных. Они получат теоретические знания и практические. А также будут три вида пожарно-прикладного спорта присутствовать на этой смене. Это будет боевое развертывание, пожарная эстафета и стометровая полоса с препятствиями. А в лагере «Березка» открылась смена юных инспекторов движений и краевые соревнования велосипедистов «Безопасное колесо». На протяжении 7 дней ребята в игровой форме соревнуются в знании правил дорожного движения, оказание первой помощи пострадавшим, а также демонстрируют свои навыки безопасного движения в автогородке. Добавлю, что профильная смена посвящена 85-летию образования госавтоинспекции. Барнаульские планетарии готовятся к переезду в центр города, в здание кинотеатра «Родина». Работы по его переустройству уже начались. Но подходит ли бывшая «Родина» для будущего «Звездного дома» по мнению рядовых горожан и экспертов? И можно ли надеяться, что с переездом планетарий ждут космические перемены? Смотрите далее. Барнаульский планетарий – один из старейших в России. С 1950 года, то есть 70 лет, он размещался в здании Крестного Сдвиженской церкви. В 2014-м мэрия города и Алтайская епархия заключили соглашение о возвращении помещения церкви. На переезд дали 5 лет, но за это время подходящего места так и не нашли. Соглашение продлили еще на два года. К идее переноса планетария горожане тогда отнеслись неоднозначно. Конечно, здесь должен остаться планетарий. Чтобы церковь была, чтобы душу спасали люди. А планетарий можно в другом месте, он на небо пусть смотрит. Идея о переносе планетария в то или иное место возникала регулярно. Так, в одно время обсуждали строительство нового здания для него в центральном парке города, позже на речном вокзале. Предлагалось принести его и в ДК «Трансмаш». Но вот сегодня уже с большей долей вероятности можно утверждать, что новым домом для него станет кинотеатр «Родина». Впрочем, и это решение барнаульцы восприняли по-разному. Мне кажется, ему там и хорошо в лесу. Мне кажется, в этом месте будет большая посещаемость, чем на парке. Потому что здесь центр города, здесь очень много студентов, школьников и вообще людей, которые приезжают в наш город. Я считаю, что для планетария нужно отдельное здание, которое строится изначально для планетария, чтобы там были сразу специальные помещения для проведения экскурсий по звездам. Отдельное, специально построенное здание для планетария, конечно, идеальный вариант, считает член Союза архитекторов Максим Максименко. Но все упирается в извечный денежный вопрос. Место для такого здания и тем более финансирование для нового здания найти сложно. И в сложившейся ситуации, в принципе, приспособление здания кинотеатра «Родины» под нужды планетария выглядит неплохим решением. То есть это исторический центр, историческое здание. И, в принципе, если в нем сейчас разместится планетарий, я думаю, все только выиграют. Полтора месяца назад городской комитет по культуре заключил контракт с застройщиком на ремонт зрительного зала в родине. Сегодня здесь разбирают пол, демонтируют подвесные потолки, а также лестницы и облицовку стен. Правда, по ходу реконструкции пояснили в мэрии. Вносит корректировки в эскиз проекта. Ознакомиться с его окончательным вариантом и рассказать в деталях о переустройстве здания нам пообещали в сентябре. А пока известно, что будущий звездный дом будет иметь 9-метровый купол и новую цифровую систему управления. Анастасия Наборщикова, Анастасия Болотина, Александр Антропов и Александр Лизратов. День с толком. Воспитанники Алтайского детского дома освоили навыки рукопашного боя. Они приняли участие в мастер-классе по самообороне от бойцов штурмового отдела особого назначения «Легион». Защищать себя и окружающих от возможного нападения пожелали не только мальчишки, но и несколько смелых девчонок. Главное в этом приеме фиксировать кисть. Как задержать преступника юным зрителям, воспитанникам Куйбышевского центра наглядно демонстрируют бойцы спецназа. Сегодня у детей, оставшихся без попечения родителей, настоящий патриотический праздник. В гостях у них отдел специального назначения «Легион». Азы самообороны пробовали освоить абсолютно все. От двухлетнего малыша до 18-летнего выпускника. Это невероятные эмоции. Всегда, когда к нам приезжают с подобными мероприятиями, это несет за собой определенный заряд энергии. Так же, как сегодня, нам показали классные действия спецназ, как защищаться, методы самообороны. С детьми полезны любые мероприятия. Особенно те, которые воспитывают в них правопорядочный образ жизни. Это те мероприятия, которые воспитывают в них патриотизм, спорт. Кинологи, их верные напарники, четвероногие друзья. Еще один подарок детям. Воспитанники своими глазами увидели, как овчарки ищут запрещенные вещества и в считанные секунды задерживают преступников. Действительно, они увидели здесь настоящих мужчин, спецназовцев. Теперь они будут рисовать их на своих картинках. Многие выберут их как своих личных героев, как кумиров. Им есть теперь на кого равняться. В Куйбышевском центре 33 воспитанника. Не каждый из них столкнулся с равнодушием со стороны родных. И потому в подобных мероприятиях такие ребята нуждаются особенно. Но кроме профориентации, практические мастер-классы вызывают массу положительных эмоций. А они для детей не менее важны. Валентина Аскирова. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Очередной выпуск уже завтра в это же время на телеканале Толк. Напомню, что мы также есть в социальных сетях и на Ютуб. Через несколько секунд по традиции о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!